Вы заметили, что время заметно ускорилось? День пролетает так быстро, что не успеваешь оглянуться, а уже вечер на подходе. Даже те, кому за 50, говорят, что раньше эта нехватка не ощущалась так остро. Времени хватало и на работу, и на отдых, и на то, чтобы сделать что-то по дому. Теперь же буквально еле успеваешь сделать самое необходимое. Причем прежнее объяснение этого явления, что, дескать, чем взрослее становится человек, тем быстрее летит его жизнь, уже не актуальна. Ныне стремительный бег времени замечают не только люди в возрасте, но даже подростки и юноши. Интернет переполнен сообщениями по поводу ускорения времени. Вот помню, в 80-е вообще благодать была, 90-е тоже ничего, а вот после двухтысячных – кошмар какой-то. Так что же все-таки происходит со временем? По сравнению с тем, что было сто и более лет назад, нынешние сутки стали короче, и это доказанный научный факт. По реальной, а не календарной длительности, если брать за эталон старое, не изменившееся веками время, современные сутки длятся всего 18 часов против прежних 24. Ежедневно мы недополучаем около шести часов, и именно поэтому нам вечно не хватает времени, дни летят в ускоренном режиме. Особенно заметно сокращение суток проявилось на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. Но давайте по порядку. Старейший священник новосибирской епархии о русской православной церкви протеерии Валентин Бирюков в своих дневниках пишет. В былые времена, пользуясь простейшими инструментами, люди успевали сделать гораздо больше, чем можем мы сейчас. В 30-е годы его отец, вернувшись из ссылки к семье, при минимуме помощников, умудрился всего за неделю построить новую хорошую избу. А в воспоминаниях русского писателя Бориса Ширяева о Соловецком лагере есть эпизод, как пятьдесят заключенных, из которых почти половина были доходяги, построили и ввели в эксплуатацию здоровенную баню всего за двадцать два часа. На вооружении у строителей были только ручные пилы и топоры. Мы же сейчас, даже имея современные электрические инструменты, при всем желании не сможем угнаться за работягами прошлого. И не только потому, что стали ленивее и слабее, но и потому, что времени не хватает. На священном афоне многие молитвы возносятся ночью во время сна простых людей. Монахи за долгие годы выработали собственное молитвенное правило, согласно которому за определенный промежуток времени следует произнести установленное количество молитв. И это происходит каждые сутки, строго по расписанию. Раньше монахи могли за ночь без проблем выполнить эту процедуру и оставить время до утренней службы, чтобы немного отдохнуть. Однако сейчас, при том же количестве произносимых молитв, им не хватает ночи, чтобы закончить службу. Все описанные изменения произошли очень быстро, за короткий промежуток времени, одна человеческая жизнь. Если бы это растянулось на 300-400 лет, вероятно, никто бы ничего и не заметил. Причем изменения все еще продолжают происходить. Время продолжает ускоряться, и это ускорение находится в пределах зоны восприятия нашими биологическими часами, которые вынуждены постоянно адаптироваться к непрерывно изменяющемуся режиму быстротечности. Ускорение хода времени подтверждают как многочисленные научные наблюдения, так и эксперименты. А начало изысканиям в этом направлении положил еще в 1905 году Альберт Эйнштейн в своей специальной теории относительности, которая опровергла понятие постоянства многих фундаментальных величин, таких как время, масса, длина и т.д. Из ее постулатов следует, что в разных системах отсчета время протекает по-разному и оно напрямую зависит от силы гравитации. Чем сильнее гравитация, тем медленнее идет время. Если на разные планеты в космосе поставить точные часы с совершенно одинаковыми показаниями времени, то позже обнаружится, что каждый из хронометров показывает разное время, так как планеты движутся в пространстве с разными скоростями относительно друг друга, имеют разную силу гравитации и являются независимыми системами отсчета. Для подтверждения этой теории пришлось выждать больше полувека, пока не были созданы аппараты для фиксации сверхмалых изменений в течение времени. В настоящее время точнейшие атомные часы могут зафиксировать эффект гравитационного замедления при смене высоты всего на десяток сантиметров. Интересное объяснение изменчивости времени давал известный ученый-физик, доктор технических наук, член-корреспондент Белорусской академии наук Виктор Иозефович Вейник. Он выдвинул научную гипотезу, говорящую о том, что у времени, как у физического явления, есть материальный носитель, некое вещество времени, названное им хрональным полем. В ходе экспериментов ученого наручные электронные часы, помещенные в созданную им экспериментальную установку, могли замедлять или ускорять ход. Исходя из опытов с веществом времени, Вейник сделал вывод, что существует временное поле планеты – хроносфера, управляющая переходом прошлого в будущее. Ученый рассматривал скорость протекания некоторых процессов – он назвал это термином «хронал», и пришел к выводу, что в мире интенсивность этих процессов понижается. Например, интенсивность радиоактивного распада атомов, ядерных и химических реакций. В конце 2020 года научную общественность потрясла сенсация. Все мы знаем, что Земля делает полный оборот за 24 часа. Изначально все наши единицы измерения времени отчитывались от скорости вращения планеты. Время полного оборота просто разделили на равные отрезки – часы, минуты и секунды. Согласно этой системе отчета, в сутках было ровно 86 400 секунд. Но после изобретения сверхточных атомных часов ученые с удивлением обнаружили, что скорость вращения Земли вовсе не постоянна. К декабрю 2020 года, согласно наблюдениям астрофизиков, это отставание увеличилось. В результате год оказался почти на три минуты короче, чем планировалось. Другими словами, время, измеряемое по вращению Земли, начало обгонять атомное. Связан этот процесс с тем, что ускорилось вращение Земли вокруг своей оси и вокруг нашего светила на две трети от прежнего. Почему же тогда обычные часы показывают то же время, что и ранее? А по нашим ощущениям его течение ускорилось. Дело в том, что часы отчитывают время как есть, в физическом плане. А вот на нас все эти изменения действуют с биологической стороны. Замедляются процессы жизнедеятельности, медленнее стало у человека дыхание и сердцебиение. В психологическом плане изменилось мироощущение и мы ощущаем эти изменения на себе. Заглянув в прошлое нашей планеты мы увидим, что в древнейшие времена при высокой скорости процессов жизнь на планете буквально кипела. Динозавры были с трехэтажный дом, трава как нынешние деревья, а процесс радиоактивного распада атома был невероятно интенсивным. Первые люди также отличались гигантизмом. Подтверждение этому мы уже приводили в одном из прошлых выпусков, ссылка на который вы можете найти в описании к этому видео. Со временем скорость вращения земли все ускорялась, буйство жизни все более ослабевало, а представители растительного и животного мира уменьшались в размерах. Кстати, и сейчас на земле есть еще места с несколько повышенным хроналом. Например, остров Сахалим, где растения по неизвестной для современной науки причине достигают гигантских размеров. Лопухи и крапива выше человеческого роста. Лес из четырехметровой гречихи, в котором можно заблудиться. Лобазник под три метра. На материке эти растения едва-едва по колено взрослому человеку, а на острове взрослый человек может заблудиться в их зарослях. Французские ученые попытались посадить этих гигантов на своей земле, но потерпели фиаско. Через год пересаженные великаны стали обыкновенными, невысокими и ничем не примечательными растениями. Дальше еще интереснее. Поразительный факт – время может замедлять или ускорять свой ход как для всего живого на нашей планете, так и для отдельно взятого человека. Известно множество фактов, когда человек в минуты смертельной опасности чувствует, как время замедляется. Множество людей при описании драматических событий говорят – такое ощущение, будто время остановилось. Фронтовики утверждали, что видели снаряды и пули, которые летели на них. Они остались у живых только потому, что успели уклониться от них. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь человеческий глаз не может воспринимать объекты, движущиеся с такой скоростью. Однако слова участников боевых действий подтверждаются. Не раз солдат внезапно нырял на дно окопа, а в следующее мгновение осколки или пуля вспахивали бруствер в том месте, где секунду назад была его голова. Некоторые люди рассказывали, что видели, как на них сверху падал кирпич или сосулька. Предметы будто летели в замедленном темпе, поэтому они не успевали даже испугаться, удачно уклоняясь от столкновения. И таких примеров очень много. Исследователи проанализировали рассказы людей о своих ощущениях и провели соответствующие расчеты. Их выводы оказались поразительными. В момент опасности собственное время человека может ускориться в сто тридцать раз. Подтверждает эту гипотезу тот факт, что все люди, которые пережили остановку времени, заявляют в один голос – в момент опасности, грозящей их жизнью и здоровью, пропадали все окружающие звуки, и наступала странная тишина. Это довольно просто объяснить – при ускорении индивидуального времени более чем в сто раз поступающие в ухозвуки превращаются в инфразвуки, не воспринимаемые человеческим слуховым аппаратом. Физико-химик Илья Пригожин утверждал, что каждый человек конструирует собственное время в каждый момент бытия. В критические моменты мозг управляет собственным временем, то есть может замедлить его чуть ли не в сотни раз, а может и ускорить. Есть наглядный пример, который доказывает это. Буры – европейские колонизаторы Африки, начавшие в 80-е годы 18-го столетия захват земель Коса и Зулусов, столкнулись со странным явлением – африканские знахари заговаривали от пуль своих воинов. В результате они атаковали европейцев, несмотря на ожесточенный огонь. Некоторые оставались целыми и невредимыми, даже когда по ним в упор стреляли. Пули от африканцев не отскакивали, но и не попадали в них. Тогда с этой загадкой колонизаторы разбираться не стали, потому что всех заговоренных воинов, в конце концов, перебили. Сегодня можно объяснить секрет их неуязвимости. Африканские воины могли произвольно ускорять течение своего, индивидуального времени и таким образом уклоняться от пуль. Но они погибли, так как это не могло продолжаться бесконечно. Некоторые йоги на Востоке также способны управлять собственным временем. Они умеют исчезать прямо на глазах у изумленных зрителей и оказываться за их спинами. Ритуалы, которые помогают стать невидимым, были описаны еще в древнейших индийских манускриптах, написанных в 2500-1400 годах до нашей эры. А в этих манускриптах говорится, что для полноты исчезновения необходима концентрация мысли. Таким образом, ускоряя индивидуальное время, йоги становятся невидимыми для зрителей. И это далеко не все случаи известной науки, когда время замедлило свой бег для конкретного человека. В 2015 году ученым Улан-Батора в руки попала двухсотлетняя мумия тибетского монаха, которая была обнаружена в провинции Сангина-Хайрхан. Мумия находилась в сидячем положении в позе лотоса ваджера. То есть ладонь левой руки открыта, а правая ладонь повернута вниз и зажата. По древним традициям буддийских лам эта поза человека говорит о том, что монах не умер, а находится в глубоком состоянии медитации, и чем дальше он пребывает в столь необычном забытии, тем ближе он к Будде. При подробном исследовании мумии и после проведенных ряда различных экспертиз, ученые сделали однозначный вывод – белковые функции организма мумий имеют прижизненное состояние, и монах все еще жив, просто находится в очень длительном и глубоком трансе. По мнению ученых, во главе с профессором Монгольского института буддийского искусства Генху Ги Юн Пурева Бата, такой транс, в который вошел монах, называется Тугдам. А сам монах является учителем ламы Даши Доржо Итигелова, который в настоящее время тоже пребывает в состоянии глубокого анабиоза. Итигелов возглавлял буддийскую конфессию на бурятской территории в начале 20 века. Его образ является предметом поклонения не только бурятской ветве учения, но и всего буддийского сообщества в целом. Это нетленный монах, который продолжает пребывать в состоянии медитации вот уже более 85 лет. Его жизнь, уход и возвращение окутаны тайной. Достигнув 75 лет, Даши Доржо в день полной луны в июне 1927 года собрал учеников, предварительно оставив им указания. Погрузился в самадхи состояние, в котором человек может находиться бесконечно долго, не старея биологически, и достиг нирваны. В обязанность учеников входило периодически контролировать состояние тела ламы. Захоронение проверялось по указанию главы буддийского движения того времени дважды – в 1955 и в 1973 годах. Каждый раз обнаруживалось отсутствие каких-либо изменений в состоянии Итигелова. В 2002 году, 10 сентября, после необходимых юридических процедур состоялось извлечение из-под земли деревянного саркофага. К удивлению всех присутствующих, ожидавших увидеть нечто похожее на мумию монаха, обнаружилось, что лама продолжает оставаться в той же позе лотоса, как живой человек, который медитирует много лет. Его кожные покровы, волосы, ногтевые фаланги, все части тела выглядели таким образом, словно он пребывает в состоянии подобном спячке. Все суставы сохранили подвижность, не было никаких признаков разложения биологических тканей. К изучению феномена Итигелова были привлечены лучшие научные сотрудники, криминалисты, медицинские эксперты. Более трех лет длилось исследование. Биологический материал, который удалось получить, участки кожи, ногтевых фаланг и волос монаха подвергались детальному изучению при помощи новейшей современной техники. Выводы, сделанные экспертами, коротко можно изложить так. Отсутствуют какие-либо признаки бальзамирования тела или его искусственной консервации. Сохранены все внутренние и наружные органы, органы чувств. Совершенно отсутствуют признаки их разрушения. При спектральном анализе образцов ткани не было обнаружено данных, характерных для разрушения белковых молекул. Ткани выглядели так, как будто монах до сих пор жив. Тургор кожи сохранен, все суставы подвижны, отсутствуют специфические запахи, сопровождающие процессы разложения плоти. Тело оказалось способно к поддержанию и сохранению тепла до 34 градусов, тогда как температура окружающего воздуха в момент произведения измерений колебалась от 17 до 23 градусов. Ученые столкнулись с необъяснимым с точки зрения современной науки явлением. До сих пор неизвестно, как можно назвать состояние, в котором пребывает монах, ведь на клеточном уровне было достоверно подтверждено присутствие некого подобия признаков жизнедеятельности. В настоящий момент Итигелов, по словам очевидцев, начал подавать активные признаки жизни. Его тело стало потеть, а во время молитв, произносимых рядом с ним, монах медленно приоткрывает глаза. На территории Ирана весной 2008 года также был обнаружен таинственный человек, пребывающий в состоянии замедленного времени. Более того, по словам профессора Валерия Алексеевича Чудинова, артефакты, окружающие находку, могут полностью поменять имеющееся представление об истории, культуре и технологиях наших предков древних русов и создать условия для объединения всех славян под одним историческим знаменем. А именно, во время строительства частного дома произошло смещение грунтов, которое вскрыло гробницу и культурный слой с остатками древнего города. В гробнице находились три саркофага, в одном из которых и было обнаружено тело древнего мага Радомира. Тело биологически активно. Вместе с саркофагом найдены пять золотых книг и карта древнего русского государства. Все надписи на понятном современному человеку русском языке. Легко читаемы, информация о месте находки до сих пор держится в строгой тайне. Найденные книги содержат информацию не только о культуре и прошлом народов Земли, но и технологиях, которыми пользовались наши предки. Как выяснилось, человек не является мумией, а спит в глубоком анабиозном сне. В 2008 году тело мага Радомира было жестким, кожные покровы сухими. На снимках, сделанных год спустя, осенью 2009 года, видно, что его тело стало более мягким, а часть мышц руки уже можно промять с двух сторон. Более того, тело гостя из прошлого со стороны груди постепенно начало обрастать волосами. Это означает, что Радомир начал выходить из состояния замедленного времени. По словам Валерия Александровича, в настоящий момент Радомир полностью пришел в себя. Он не только начал ходить, но и стал активно общаться. Со слов ожившего мага, когда таких проснувшихся, как он, людей будет четверо, наша жизнь круто изменится. О пробуждении трех древних мы знаем. Мак Радомир уже ходит и разговаривает, а и Тигелов открывает глаза во время молитв и потеет. Хотя Мак Радомир старше по возрасту и был найден на шесть лет позже и Тигелова. Относительно мумии, найденной в Улан-Баторе, в данный момент нет никакой достоверной информации. А как же четвертый человек, о котором говорил древний маг? Он уже найден? Судя по всему, да. И произошло это событие еще в 1969 году в селе Оржавчик Тесульского района Кемеровской области. На угольном разрезе, в сердцевине 20-метрового угольного пласта, залегающего на глубине 70 метров, был обнаружен двухметровый мраморный саркофаг до краев, наполненный розово-голубой жидкостью, в которой покоилась высокая, около 180 см, стройная, необычной красоты, женщина. На вид лет 30-ти, с тонкими европейскими чертами лица и большими широко раскрытыми голубыми глазами. Одета она была в белоснежное кружевное прозрачное платье, длиной чуть ниже колен, с короткими рукавами. Нашедшим ее показалось, что женщина не мертва, а просто спит. У изголовья тела была обнаружена черная прямоугольная закругленная с одного края металлическая коробочка, что-то вроде сотового телефона размером 25 на 10 см. Довольно быстро на место находки прибыли сотрудники КГБ, которые оцепили территорию под предлогом биологической опасности и, погрузив саркофаг на борт вертолета, вылетели в Новосибирск. Во время транспортировки находки в воздушное судно произошло интересное событие. Чекисты решили облегчить ношу, удалив жидкость из саркофага. После чего тело женщины прямо на глазах стало чернеть. Тогда в гроб снова залили жидкость и уже буквально спустя минуту на чеках таинственной гости из прошлого вновь заиграл румянец и тело приобрело прежний жизнеподобный вид. Через 5 дней из Новосибирска в Жавчик приехал пожилой профессор и прочитал в сельском клубе лекцию о предварительных результатах лабораторных исследований недавней находки. Профессор заявил, что эта находка перевернет само понимание истории. В самое ближайшее время советские ученые опубликуют результаты своих изысканий и это повергнет научный мир в шок. Возраст захоронения, по словам профессора, по меньшей мере 800 миллионов лет. Природа ткани, из которой было изготовлено платье царевны, якобы не поддавалась научному анализу. Также не удалось определить состав розово-голубой жидкости, были идентифицированы только некоторые ее составные компоненты, образованные древнейшими разновидностями лука и чеснока. О металлической коробочке профессор ничего не сказал, за исключением того, что она изучается. Еще через пару дней в Тесульской районной газете появилась крохотная заметка о том, что близ села Ржавчик был обнаружен археологический реликт, который прольет свет на человеческую историю. Вскоре Тесульский район был внезапно оцеплен военными. По дворам пошла милиция, изымая крамольный газетный номер у населения, а место, где был найден гроб, тщательно перекопали и завалили землей. В настоящий момент возле села Ржавчик, на месте находки того самого гроба с русской царевной, местные власти устроили помойку колоссальных размеров и чуть ли не со всего района свозят туда мусор. Дальнейшая судьба найденной женщины остается также неизвестной, но вполне вероятно, что сотрудникам советских спецслужб удалось возвратить к жизни загадочную гостью из древних времен. Как же изменится наша жизнь после того, как все эти люди перейдут из анабиоза в нормальное состояние, пока сказать трудно. Однако очевиден тот факт, что люди, умеющие управлять своим временем и просыпающиеся от многовекового сна именно в тот момент, когда время для всего живого на планете стремительно ускоряется – это звенья одной цепи. По мнению доктора медицины Юрия Лира, реальное время ускорилось не только на Земле, но и во всей нашей звездной системе. Этот процесс начался еще в середине 20 века, когда Солнечная система вошла в невероятно мощный поток, идущий из центра галактики и несущий огромное количество энергии и информации в самых разных вариациях. Это повлияло на психику каждого человека и восприятие людьми окружающего мира. По поводу изменения хода времени есть много теорий, рассказывает Лир. Наиболее убедительным считаю мнение советского ученого, профессора Николая Александровича Козырева, опытным путем доказавшего, что время – это энергия, в которой пребывает мироздание, и эта энергия может менять плотность протекания. Согласно теории Козырева, если у Солнечной системы меняется скорость вращения, автоматически меняется и время. Там, где больше энергии, время уменьшается, сжимается. Видимо, наши далекие и не очень далекие предки знали о грандиозных изменениях, которые ожидают всех жителей планеты Земля, и которые уже начали происходить вокруг нас. Как предсказывали многие эзотерические учения, мы стоим на пороге глобальных изменений. Заканчивается эра рыб, выдавшаяся для всех нас, землян, тяжелой и разрушительной. И скоро мы войдем в эру водолея, эру любви и согласия. Возможно, пробуждение четырех великих древних, заблаговременно остановивших свое время и ожидавших прихода новой эры, приведет к яркому всплеску религиозных настроений в странах их пребывания. Но также они принесут нам сакральные знания и бесценный опыт наших прародителей, направив на путь гармонии и созидания, тем самым подтолкнув человечество к переходу на кардинально новый уровень развития. А пока наш мир все еще полон тайн и загадок, подписывайтесь на канал, будет еще интереснее!